Всем привет! Для вас сегодня будет мега полезный ролик, особенно для тех, у кого по какой-то причине притормаживает телефон в приложениях, в играх, в различных действиях по телефону. Имеется ввиду, когда вы листаете по экрану или же нажимаете на какое-то приложение, оно запускается очень медленно. Либо бывает такое, что вы запускаете игру и до этого она работала хорошо, а потом начала со временем подвисать. Случаются частые микрофрезы, телефон работает нестабильно, также у вас возможно не хватает частично оперативной памяти, потому что она постоянно забита, хотя у вас может быть и 2, и 4, и 6 гигабайт, но из них заполнено может быть 5, а свободно всего лишь 980 мегабайт, 900, 700, у кого как. И чем больше, соответственно, у вас память эта забита, тем сильнее лагает ваш телефон, очень плохо запускаются все приложения. И в таком случае, конечно же, нужно прибегать к каким-то способам, которые ускоряют работу телефона, ну и не только. Если вы замечали, когда вы покупаете ваш смартфон, то он работает очень быстро, а после того, как вы наустанавливали множество приложений, он начинает с каждым днём работать всё хуже и хуже. Но я скажу, что дело не только в приложениях, а в некоторых функциях, которые заложены в смартфоне, как раз-таки которые используют все вот эти приложения. И если подключать абсолютно ненужные, то вы очень сильно сможете ускорить ваш смартфон и добиться лучших результатов. После отключения того, что я покажу, а я покажу 4 пункта, которые обязательно нужно отключить, 4 настройки, которые частично скрыты разработчиками. И скорее всего, вы о этих настройках даже не знаете, либо знаете, но не до конца. Потому смотрите, конечно же, это видео до конца. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. И авансом можете, конечно, поставить лайк. И судя с названием видео, вы, конечно же, догадались, что абсолютно все эти настройки находятся в нашем плеймаркете. Как раз-таки это является основное приложение, которое даёт нам скачивать остальные приложения и имеет очень большую роль в вашем смартфоне. Значит, что нам нужно сделать? Это зайти в наш плеймаркет, либо Google Play он может называться. Дальше смотрите, здесь есть значок вашего аккаунта. Без аккаунта, конечно же, вы не можете скачивать различные игры. Вы заходите и дальше спускаемся на наши стандартные настройки. Дальше нам нужно найти такую строку, как сведения. И спускаемся немножко ниже и мы видим, что у нас есть обновить Google Play. Если мы нажмём, нам покажет, что обновлений для плеймаркета нет, но мы, конечно же, этой надписи верить не будем. И мы зайдём сейчас в немножко другие настройки и сделаем очень хитрый способ, который поможет очистить частично приложение, освободить память, освободить кешированные данные. И тем самым ваши приложения, ваши программы, игры станут после этого просто летать на телефоне. И это всего-навсего я сейчас покажу одну из настроек. Давайте выходим. Дальше заходим в наши стандартные настройки. Листаем до пункта приложения. Далее нажимаем «Все приложения». И здесь, смотрите, здесь будет троеточие. Вы можете нажать. И видите, у меня здесь написано «Скорее системные приложения». То есть у меня сейчас системные приложения тоже показываются. Если у вас, допустим, это не активировано, то у вас будет писаться «Показать все приложения». Вот вам нужно нажать на «Показать все приложения». Дальше воспользуемся поиском. И здесь пишем на английской раскладке «Плей». И дальше нам находит несколько сервисов и Google программ, которые относятся к Play Market. Нам нужны либо Play Market, либо сервисы Google Play. Что нам нужно сделать? Вы заходите в Play Market. И нам нужно здесь очистить данные и удалить обновления. Если это у вас Samsung, у меня, допустим, сейчас это Xiaomi, на Samsung здесь внизу ничего нету, но есть вверху троеточие, вы нажимаете на это троеточие, и там такие же настройки будут удалить обновления, либо очистить данные. Мы берем «Очищаем», «Очистить кэш» и удаляем обновления. После этой настройки вы избавитесь от множества косяков, которые присутствуют в различных приложениях, и вы избавитесь от ошибок, которые накоплены за много лет. А что касается самого обновления Play Market, то оно вам обязательно придет, и вы его просто устанавливаете по умолчанию. То есть оно может даже установиться автоматически, не спрашивая вас. При этом вы сделали очистку от различных багов, которые присутствуют в всех ваших приложениях, и из-за этого телефон очень плохо себя ведет в плане работы. И смотрите, показываю, это была первая настройка. Теперь возвращаемся снова в наш Play Market. Видите, я приложение, в принципе, обновления я удалил, но приложение точно так же все работает и даже запускается намного быстрее, чем запускалось. Уже, скажем, результаты видны на глаза. Заходим снова на наш значок, и снова спускаемся на наше общее меню, и находим пункт Play защита. И смотрите, здесь недавно проверенные приложения, из них еще 237 приложений, то есть у меня их очень много. Но смысл не в этом, в том, что Play защита это наподобие антивирусной программы, которая постоянно сканирует все вот эти приложения на наличие различных угроз, на наличие вирусов и так далее. Она встроена в Play Market, и она абсолютно вам не нужна по той причине, что все приложения, которые уже установлены в Play Market, когда вы их скачиваете, то есть они уже пришли проверку и так до этого, когда уже были закачаны на сам Play Market. И потому вот эта лишняя проверка, которая ежедневно сканирует по несколько раз, она вам не нужна. Она садит вашу батарейку, и выполняются абсолютно ненужные действия на телефоне, тем самым грузится процессор, грузится оперативная память, и телефон тоже от этого может работать хуже. Заходите на шестеренку, и здесь в общих убираете вот эти две галочки. Сканировать приложение с помощью Play защиты и помочь улучшить защиту. Здесь также сказано, что отправляются неизвестные приложения в Google для анализа. То есть еще дополнительно, когда вы что-то скачиваете, еще дополнительно куда-то что-то отправляется, потребляет ваш трафик. В общем, обязательно вот это отключайте, это 100% ненужное вам отключить. Это была вторая настройка. Дальше показываю. Снова заходите на ваш аккаунт, находите настройки, и дальше очень интересные функции. И, кстати, скрытые разработчиками, и скорее всего вы о этих функциях не знали, потому оставайтесь на канале, на видео и досмотрите до конца, вам будет довольно интересно. Вы заходите в сведения, впускаетесь ниже, и ищите версию Google Play. Нажимаете по ней несколько раз, и вам пишет, что вы стали разработчиком. И у вас открываются дополнительные настройки, которые скрытые от ваших глаз. И, кстати, в них очень много чего повключено. И от этого страдает, конечно же, оперативная память, и грузится процессор. Вы заходите в пункт общие, и дальше смотрите. Здесь вам по порядку нужно пройтись и отключить ненужные функции. На разных телефонах, в принципе, некоторые функции уже могут быть отключены. Тут уже проверяйте у себя, но вы можете зайти и перепроверить точно так же, как я это сделал. И здесь по порядку заходите в настройки аккаунта, допустим, и видите, включена рассылка Google Play. Она абсолютно не нужна, эта рассылка. Это рассылка рекламы. Мы ее выключаем, и дальше смотрим уведомления. Смотрите, различные уведомления, доступное обновление. Все вот это тоже можно отключать спокойно и ни за что не волноваться. И вот здесь по пунктам тоже можно пройтись, если у вас где-то активно какое-то... Если у вас активно здесь какая-то рассылка различных данных, то вы, конечно же, отключаете, чтобы не было доступа к ненужным рассылкам. Это была третья настройка. И смотрите, показываю снова. Мы заходим, открываем, заходим, справка, отзыв. Дальше ищем, как удалять и отключать приложение на устройстве Android. Нажимаем, чтобы перейти в настройки приложений. И здесь у нас сейчас загрузятся все приложения, которые присутствуют на нашем телефоне. Поиска по приложениям, к сожалению, нет. Но к чему я вот это показываю? К тому, что здесь есть максимальный доступ ко всем функциям, вплоть до того, что можно отключить приложение без всяких программ, и чтобы оно больше не работало на телефоне. Плюс здесь есть очень классная очистка, которая чистит полностью кэш, который находится на определенной программе. Вы заходите, допустим, вы можете остановить приложение, нажать ОК. ОК, либо его удалить. Оно уже удаляется полностью, не оставляя никаких следов на телефоне, как это бывает, когда вы удаляете просто обычным способом. Допустим, перетаскиваете в корзину, то остаются еще различные файлы. Если удалять таким образом, удаляется абсолютно все, даже какие-то остатки. Здесь есть хранилище и кэш. Вот видите, я его остановил, а хранилище занято 112 мегабайт. Мы можем очистить хранилище, удаляем. И можно, соответственно, удалить само приложение. Из плюсов здесь то, что здесь присутствуют даже системные приложения, и их точно так же можно остановить. На канале есть несколько видео о системных вредных приложениях, которые я таким способом как раз-таки удалял. Вы можете найти на канале и посмотреть. Там есть три приложения, которые работают в фоновой активности постоянно, но вы их не видите и никогда ними не пользуетесь. И после удаления и отключения их, то вы ничего не потеряете. Только освободите место в оперативной памяти. Лишние 100-200 мегабайт никому, конечно, не помешают. И телефон от этого станет только быстрее. Поддержите это видео лайком. Также не забудьте подписаться на канал. Пишите ваши добрые комментарии. И всем до новых встреч.